Баскетболисты Саратовского Автодора продолжают бороться за первое место на Кубке Вызова Фиба. В Ледовом дворце Спорта Кристалл прошла очередная игра чемпионата. Как сыграл Автодор и почему счет на табло не имел значения в репортаже Юлии Шишкиной. Саратов принимает матч пятого тура группы Д Кубка Вызова по баскетболу. Встречается лидер группы Саратовский Автодор, он не проиграл ни одного из четырех предыдущих матчей, и румынская Арадия, она напротив, уступила все четыре игры. В общем, зрелище предстоит оригинальное. Праздник баскетбола для болельщиков – да, интрига – нет. Румыния уже вылетела, ее сегодня не интересует спортивный результат, он ей все равно ничего не даст. Максимум они могут занять третье место, которое никуда пропуском не является. Для Автодора это последний домашний матч Еврокубка в родных стенах. Наверняка команда хочет порадовать свою публику, тем более после победы, одержанные выходные, когда был повержен один из фаворитов Единой лиги ВТБ российского турнира «Краснодарский локомотив». Автодор пользуется тем, что можно сбавить накал страстей и дает попрактиковаться тем, кто редко выходит на паркет. Но для 13-го номера Александра Гудумака все закончилось грустно. Отыграв всего 38 секунд, в первой четверти он травмировался. Всю игру наблюдался скамьи запасных с пакетом льда на ноге. Кстати, гости тоже пребывали не в лучшей форме. Сейчас остаются травмированные игроки, даже в этой игре. Вы видели, что мы играли только в девятером, но для нас сейчас только один травмированный игрок, и это уже хорошо. Сначала обе команды шли вровень. Отпуская Автодор на 6 очков, а Радя догоняла его. А под занавес первой четверти вообще вышло вперед 18-20. Они дольше разыгрывали мяч, дольше искали атаку. А у нас в переходах, в нашей фирменной игре, мы совершили 12 потерь. Ну, не все в переходах, но большую часть переходов мы не сумели завершить. И это немножко поломало рисунок нашей игры. Автодор начал показывать класс после счета 27-29. Ему удалось набрать 11 безответных очков. Болельщики взахлеб перечисляют своих любимцев. Мне очень нравится Кортни Хорсон и Шапель нравится. Вот эти вот два. А, и Фисенко Кирилл нравится очень. Фисенко, он просто классный игрок. Мне нравится. Он смешной. И Шапель, он очень хорошо играет. И броски у него хорошие. От каждой игры прибавляются лучше и лучше играют. И видно уже единую команду, вырисовывается какая-то тактика. Потому что в начале сезона, конечно, может быть не так все получалось, как хотелось бы. И надо сказать, что болельщики, конечно, очень любят нашу команду, поддерживают. И вот сегодня победа очередная. Итоговый счет игры – 92-73 в пользу Автодора. Он сохранил за собой первое место в группе «Д» Кубка вызова ФИБА. Следующий матч турнира он проведет 16 декабря в Астане с местным клубом. Чтобы занять первое место, Автодору позволительно проиграет не более 7 очков. Юлия Шишкина, Евгений Шейченко, РЕН-ТВ, Саратов.